Дорожное радио Доброе утро Расскажите нам, пожалуйста, в чем суть акции? Какие дети и каким водителям пишут письма? Наталья, расскажите Школьники города Екатеринбурга пишут сочинения Не просто сочинения, а обращения к водителям И не просто к водителям, а к водителям-нарушителям Вот такая идея этого проекта За время акции сколько писем уже написано? Порядка тысячи писем Серьезно? И все они нашли адресата? Они находят адресаты, потому что мероприятие еще продолжается В частности, сегодня тоже раздаются Все детские сочинения водителям И будет продолжаться, пока каждое письмо не будет вручено Леонид, а о чем пишут дети? Дети пишут о разном Описывают какие-то жизненные ситуации, которые происходили Пишут о своих семьях, как они о них беспокоятся За своих близких Вот, к примеру, есть письмо Здравствуй, незнакомый водитель Пишет вам ученик пятого класса Я, мой младший брат, ему пять лет И младшая сестра, ей два года Я очень люблю свою семью Как здорово, что у меня в семье все живы и здоровы Я хочу попросить вас, уважаемый водитель Пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах По ним ездят моя мама и папа Я вас очень уважаю и прошу, чтобы вы были аккуратнее на дорогах Круто Значит, такая просьба быть сознательным на дороге А как эти письма вручаются водителям? Ну, если водитель нарушитель, наверное, когда у него отбирают права, взамен ему отдают письма Значит, именно акция проходит на улице, на перекрестках Сотрудницы отделения пропаганды, мои коллеги, также принимают участие Если инспектор ДПС останавливает водителя за какое-то нарушение правил дорожного движения То помимо всех процессуальных документов, это и постановлений, и протоколов Вручается вот это вот обращение Это как элемент профилактики и предупреждения на будущее уже водителям Ну и как в то же время можно рассматривать элемент профилактики среди детей Чтобы они, как пешеходы, в данный момент тоже не нарушали правила дорожного движения Это интересно, у вас акция идет уже в месяц Какая-то обратная связь от водителей вообще есть? Может быть, вам на радио звонят и говорят спасибо вам за это письмо? Буквально накануне как раз на автоответчик поступило сообщение от водителя, что ему вручили Там было превышение скорости Сказал, что в следующий раз подумает Штраф обязательно оплатят в этот же день В общем, по-доброму относятся Ну получается, что да Если на радиостанцию у них приходят звонки То, наверное, у нас главный показатель Это нарушение правил дорожного движения водителями, в частности Ну и напрямую связано это аварийно с нашим городом Ну вот вы сказали, что участвуют школьники Екатеринбурга Нас смотрит вся Свердловская область Могут ли ребята из других городов прислать вам письмо? Конечно Они могут зайти на сайт екатеринбург.дорожная.ру И там кликнув на ссылку, которая оформлена в стилистике «Дети и водители» И там распечатать бланк, вот такой же Заполнить его и либо сделать скан, либо отправить по почте Или же принести к нам в офис И тогда это письмо будет вручено, значит, собственно говоря Нарушителем Да, нарушителем Я очень, кстати, правда, меня не останавливали, я не знаю, уже, наверное, года полтора А письмо получить хочется? Потому что на трамвае Потому что я не нарушаю Как долго еще будет длиться акция? До конца ноября, но это будет сама акция длиться, то есть приниматься письма А последнее письмо, когда водитель получит, тогда уже акция завершится Ну что ж, да, хочется обратиться ко всем водителям, во-первых Будьте внимательны, аккуратны на дороге, взаимовежливы обязательно И помните о том, что вас ждут дома, как бы это ни банально было Ну, а всем детям мы советуем, заходите на сайт Дорожного радио Заполняйте бланк письма, отправляйте, и тогда оно точно дойдет до нарушителя Напоминаем, что у нас в гостях были старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Веснякова и ведущий Дорожного радио Леонид Лавров Наша программа продолжается гороскопом, а затем... А затем Иван Лемзиков принесет в нашу студию сгущёнку и будет её тестировать Не переключайтесь